Привет, я Даша, и мне сегодня пришла посылочка от интернет-магазина Reader Room. Вот она она. Буду её сейчас открывать и тебе показывать. Я заказала эту книгу, но не для себя, а для моего родственника, у которого будет скоро юбилей. И я подумала, он заслужил, потому что ему тоже интересно, рады условно. У меня есть один к одному точь-точь, такая же книга. Эту тебе я показать не могу, потому что она запечатана, как ты можешь видеть. Но я могу показать тебе свою. Вот она она. Я всё мечтаю снять отдельное видео, так как рассказать мне о ней хотелось бы очень многое. Я так, как я уж стала о ней упоминать, я её так мильком покажу. То есть, грубо говоря, очень грубо при том говоря, она состоит из анкет. Вот эта часть в центре, они раздвигаются. Листы можно вынимать, вставлять, переставлять. Менять местами, вынимать, выкидывать. Ну, если что-то там напортачил. Вот я тебе покажу. Мужской лист. Ну, в качестве примера, ну, понятно, да, что здесь должно вписываться. Значит, что мы здесь видим? Степень родства. Например, там дедушка, брат. Фото, фамилия, имя, отчество, дата жизни, место рождения. Адрес, даже телефон. Данные отца, данные матери. На другой стороне, то есть, лист посвящён человеку с двух сторон. Данные братьев и сестёр, данные супруги, данные детях. И начинается в этой книге то, что изучение родословной – это не только погружение в глубь веков, но это и ведение родословной в настоящем времени. Если рождается ребёнок, если у тебя родственник, выходит замуж, то это надо не забывать вносить в свои генологические древа родословные книги и так далее. Эта книга очень удобна тем, что её можно заполнять просто бесконечно. Я заказала вот такую книгу, называется «Мама, расскажи, потому что мне это важно», из серии «Наша семейная летопись». И я её заказала, так как я помешана на генеалогии, и мне это показалось интересным. И это, признаться вам, я ждала меньшего. Я думала, будет какая-нибудь такая отписка, то есть, на отвали. То есть, лишь бы денег содрать. Однако нет. Оформлено очень интересно. Вот так вот открывается фарзас. Следующая страница. Просто расскажи, так скромненько. А это уже требовательно. Мама, расскажи. И уже такая предыстория. Предыстория очень интересная. Автор этой книги. Она, у неё случилось несчастье. Мать писательницы. Она заболела раком. И надеясь ухватить. Хотя по воспоминаниям матери, дочь её составила, ну, как бы анкету с вопросами. И дала матери на заполнение, чтобы хоть что-то в неё осталось. Как можно больше ухватить от оставшихся дней. К счастью, всё обошлось хорошо. Ну, в общем, вот такая предыстория создания этой книги. Вопросов здесь полны-полно. Ну, например. Была ли тебе любимая игрушка или вещь, с которой ты никогда не расставался? Скажи о ней. Опиши, пожалуйста, свой обычный школьный день в начальных классах. Когда ты влюбилась в первый раз? Есть и более серьёзные вопросы. Там, назови им нас и бабушек, дедушек. Что-то там. Ну, вот от такого плана. Есть и вопросы, касающиеся общего детства. Касающиеся именно связи Материнской со своим ребёнком. Каким ты видел моё будущее? Как ты думаешь, в чём ты достигла успеха, воспитывая меня? Очень интересно, что каждый разворот книги так вот оформлен. То есть, форм, такой... Ну, вот здесь цветок. Где-то я видела ещё что-то. Здесь вот такой цветок. Каждый раздел начинается с... С рисунка, сделанного в чёрно-серо-оранжевом цвете, например, вот такой. Или... Ещё очень много цитат, стихотворений, рассказов каких-то знаменитых писателей Толстого, например. Связанных именно там, ну, вот с материнством, с матерью. Что я хочу сказать. Меня тут не так давно спрашивали о подарках, что я буду кому дарить. Я вот это буду дарить. Я не собиралась. Я хотела просто отдать, помучать человека. Но это буду дарить. Потому что любая мать, она просто расплачется, получив вот это в подарок. Вот поверь мне просто на слово. Я уверена, моя мама будет более тронута, чем когда я давным-давно подарила ей на свой день рождения подарок. И сказала, что мама, спасибо, что ты меня родила. Мне кажется, она будет ещё более ростока, чем тогда. Вот. Так что, если ты не знаешь, что дарить своей маме, я тебе подкидываю дейку. И последнее, что я хочу показать, очень понравится поклонникам писательницы Сесилии Ахерн. И новая книга «Сто имён». И я, признаться, не знаю, как она выглядит на лицо. Однако, ведь я хочу кое-что показать. Та-да! Если это Сесилия, то она прекрасна не только своим талантом. Мне очень нравится, что книга такая очень уютная. Её, когда держишь в руках, прям не хочется выпускать. Она, потому что не очень такая обаятельная, комфортная. И по высоте, то есть, видишь, моя ладонь чуть-чуть меньше по высоте, чем книга. Да, и, собственно, если свободно расположить пальцы по книге, видно, что и по шейне тоже она как раз наливается. То есть, ну... Вот. На этом все мои, собственно, книжные покупочки заканчиваются. Я тебе желаю положительных эмоций. Не теряй свои корни. Побольше читай. Пока. Пока.